А я тебе предупреждаю, что кроссовки нужно брать. А то свои каблуки сломаешь и все. Вот она, эта тропинка. Настоящая старая деревня. У них ни интернета, ни телефона, ни даже про ютуб не слышали, прикиньте. Эх, фу. Вот она она. Офигеть, она существует. Ну что, погнали. Мы будем с вами как это первооткрывать. Или как там, Колумбова звали? Да, пойдем. Или Магеллан. Принесем им интернет. Познакомимся. Напомните мне, зачем я с вами поехала? Потому что у тебя друзей нет, и мы единственные, кто с тобой общаются. Не отставайте там. Ого, смотрите, сено. А шанс обратно вернуться еще есть? Не, не вариант. Кусается кто-то. Ну держи, все нормально, отдохнем. Загорим. У меня шпильки проваливаются в землю. Никит, достань и кросс из чемодана. Не, не, не надо. Если я перед этими аборигенами предстану, то я красивая должна быть. Хозяин Барин. Опа. Капуска какая. Поспела. Прямо свою голову даже. Не переживай, все хорошо будет. Эх, эх, эй. Люди. Это кто тут у нас такой горластый? О, видали? Даже язык наш знает. Вы вот такие будете. С каких кровьев понаехали? Мы есть город. Девочки, пойдемте познакомимся. Не, не, я туда не пойду. Да ладно, посмотри, вон у него цветок на голове. Роман. О, там шепчетесь. Никит, мы не можем. Стойте здесь, я сейчас подойду. Солнце защитим прямо тебя? Конечно. Приветствую. Я ваш язык, если что, тоже чуть знаю. Здравия, молодец. Здравия. Ты на меня не погляди, то, что я в заморской одежке. Так-то я наш богатырь. А ты чего такое лепетишь-то? Откуда соловей такой звонкий? А? Со столицы прибыл. А, понятно. А упряжка ваша где? А мы это так, на своих двоих пешком досюда дотяпали. Мы это кто? Я, короче, и вон две девчонки. Вот это красота. Какие у тебя красавицы-то заморские. Познакомишь? Так, а что знакомить тут не сложно? С нашими, с городскими. Главное, прикольно шутить и улыбаться пошире. Вот так? То-то типа да. Он что, к нам идет? Походу. Так, ты главное резких движений не делай, не пугайся, а то драться начнет. Чего? Тише, спокойно, стой. Чего, девчонки? На природу приехали, в лес собрались. Ну тут это, леса-то у нас большие. Ну, вы если потеряетесь, я вас всегда найду. Соня, там лес, ты не убежишь. Соня, куда, 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 куда они? Ага, ты что им сказал-то? Да ну как ты учил? Лес, потеряться, я найду. Девчонки, он пошутил. Соня, Соня, я хочу, я хочу домой. Тебе бежать некуда. Соня, ну все, успокойся, а. Я София. Да я вам говорю, он гостеприимный. Добро пожаловать в избу мою. Мы еще тут с Басей строили. Проходите. Вот это да. Девчонки, пойдемте уже. Это ты скажи, а что это в розум дерганая какая-то? Может лишай у нее, я-то вылечу. Да она просто пчел боится. Она? Пчел? Стой, это они везде. Если ты перестанешь дергаться, они не будут к тебе подлетать. Пусть она их не боится, это же мои пчелы, ручные. В смысле твои? Ты что, пчелы приручал? Ну да. Пойдем, 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 пойдем. Девчонки, вы прикиньте, они здесь пчел приручают. А он что, только пчел умеет приручать, а завров? Чего, инь? Да о чем ты говоришь, откуда ему знать, что завры вернулись? А говорит, как мед в уши льет. Извините, а это вы кому? Да вот этой, красавица. Чего? Не смотри на меня вообще. Да ты не обижайся, красавица. Да я ради тебя и пчел, и собак, и завров приручу. Ну ты даешь, деревенский. У вас тут что, пятерочки даже нет? Ну, есть, конечно. Я туда давеча на рассвете пошел, кое-что прикупил. Во, видишь? Потратился я, конечно, знатно. Рублев 600 так отдал. Видишь, у них тут тоже цивилизация. Они же мне, знаешь, что дали? Сейчас принесу. У меня там это, на печи лежит. Ждем здесь. А чего он своих пчел с собой не забрал? Значит, им понравилось. Я всем всегда нравлюсь. Я София. Слышишь, София, где он в тень встанет, у тебя голову напечет. Мне уже не поможет. Сама разберусь. Вот, вот, вот он. Смотрите, какая штуковина. Реально завры. Они такие же яркие, как ты. Так это же и есть. Динс и завр. Кто, кто? Вот, смотри. Их как раз за 600 рублей в пятерочке дают. Акция такая. Собери коллекцию зауров. Да, да. На пчелу свою забери, пожалуйста. Э. Вот. Это начало твоей коллекции. Это мне? Коллекция, значит, елки-моталки. А зачем ты ее собирать-то? Это бесполезно. Пойдем. Они что, обиделись? Да они? Светлый, это просто ужас какой-то. Слушай, София, ну откуда ему знать о цепкости демардафона, например? Ну да. Хотя ты знаешь, про завров, по-моему, уже все должны знать. Это же модно. Пошли сядем. Пойдем. Ничего не понял. Да это просто тренд сейчас такой пошел, понимаешь? Собираешь завров, приручаешь их. Ну в смысле на руку надеваешь. И используешь их суперспособности. Кто быть такого не может? Да я тебе говорю. Например, становишься супербыстрым, как бальтозавр. На, подержи. У меня уже вон, видел? По секрету тебе показываю. Целая коллекция. О, красотей. А если я всю такую же коллекцию соберу и вашей в розовом подарю, она обрадуется? Очень. Света, я тут кое-что прикольное придумала. Ребят, привет. Кто первый напишет комментарий со словом завр, тому я отвечу. И Света тоже. Скорее пишите свои комменты. Представляешь, сколько у нас теперь будет комментов со словом завр? Так это же круто. Пойдем. Что они там так долго? Там, если что, зайти, оса. Светочка выпала. Я пошутила. Не шути так больше. Это не смешно. А куда они делись? Эй, девчонки, мы на водобой. Айда с нами. Идемте сюда. Где там говоришь мои кроссовки? У чемодани были. Там. Ты сказала, у чемодани? Ну, это просто... Он что, укусил тебя? А ну, признавайся. А это у нас банька. Ты только сейчас туда не ломейся, она закрыта. Потому что еще у нас сено надо покосить, дрова порубить внутрь положить. Вечером растопим. Может, еще и девчонки попариться захотят. Девчонки, это вряд ли. Слушай, а что это за звуки такие? У вас что там, город? Это свадьбу играют. Предпоследний холостяк на деревне. А последний кто? Что за неудачник? Не, ну, а почему неудачник-то сразу? Ну как? У вас деревня-то не маленькая. Последним остаться это только лох цветочный может. Да так сложилось-то на самом деле. А может, я и не хотел. Знаешь, не надо оно мне просто было. А, погоди, это ты что ли? Стой, Максимка. Да не надо мне твоих извинений. Да стой, стой. Стой, я змей боюсь. Я не могу до пойти. Иди сюда. А знаешь что, Никитушка, да? Прав ты, прав ты как никогда. Один я буду все время один. Не видать мне никого больше. Эй, ты куда пошел-то? Да в речку пойду. Да и утоплюсь там уже. Стой, стой, стой. Я тебе помогу. Да не надо мне помогать топиться. Я и сам справлюсь. Да не с этим. Жену тебе найдем. Невестку. Жену? Ну конечно, а что? Правда что ли? Поможешь? Помогу. Честно? Честно. Так давай. Учи. Как это это? Розовый, понравится это? В смысле розовый? Сони что ли? А у вас здесь никого другого нет? Да нет, и что? Только коров да петухи. Понял. Ну, погнали. Куда? Так это? Замуж ее звать. Все, пора уже. Стой, стой. Это сразу мимо. Не, 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 не. Это почему еще? С ней так не пойдет. Городские они такие. Хитро выдуманные. Не понял. А что ей надо? Кузнечиков на он? Так я могу капусту заквасить. Так пожалуйста. Тут хитрее надо. Свет, тут очень жарко. Давай в тенек пойдем куда-нибудь. Найдите бананку. Это чего? Я не буду в этом ходить. Не хочешь, не ходи. Пойдем, пройдемся, посмотрим, что они тут, как живут. Капуста. Скидь. Это слушай, мы с тобой можем ее нашинковать, и салатик будет. Тебе какой качан выбрать? Какой качан? Свет, я хочу коктейль. Здесь есть мохито какой-нибудь? Нет? Мохито тут точно нет. Пойдем. Зачем? Чтоб ты прогулялась и настроение поднялось. Пойдем. Свет, сними эту шляпу, я тебя очень прошу. Я не могу, мне нужно, чтобы мне не напекло. Для этого нужно было сидеть в кафе под кондиционером. Вот ты душнила. Смотри, если бы мы тут могли повесить канат, были бы качели. Да. И что? Слушай, ну вот смотри, мы в интернете что-то заказали, нам все принесли на блюдечке, на глубокой емочке, а они здесь все руками своими настругали дерево и сделали себе качельку. Это они молодцы, конечно. Только я тут руками делать ничего не собираюсь, у меня маникюр. А тут по-другому никак. Тут, знаешь, самое главное правило, не хочешь кушать, не работай. Хочешь кушать, работай. Да я доставку закажу и все. Там что-то прикольное, пошли. Света. Ты, главное, не переживай, говорить буду я, а ты просто поддерживай улыбкой. А куда они делись? Девчонки. Соня, осторожно. Да что вы орете? О, а мы вас искали. А вы что там делали? Да вы там ягод набрали. О, в рюкзаке. Ягод? Так и отж волчьи. Мы, имея этих, ворон отпугиваем. Хорошо, что не съели. У вас тут вообще есть что-нибудь нормальное? Мы, кстати, по этому поводу к вам и шли. Стоп. А ну не подходи ко мне, ты в чем-то грязном. Никита, где твоя одежда нормальная? Почему ты так, как бомж одет? Так это знаете, как удобно. Ветер вот так входит. Ну и к тому же у них сегодня праздник в деревне. Угу. Праздник? Ага. День сена? Да нет, день капусты сегодня. Это круто. А салаты будут? Там все будет. И салаты, и конкурсы разные. А мохито? И мохито тебе сделаем. Ой, супер, отлично. Сделаем. Самое главное, там приз еще в конце будет. А что за приз? Да там такой приз, закачайтесь. Золото, а не приз. Круто, хочу, 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 хочу. Да погоди, там еще выиграть надо. А что тут выигрывать, это вообще не проблема. Конкурс красоты есть? Найдется. А я тоже участвую. Тут, если что, кто деревню не обожает, тот не участвует. А вы знаете, я уже очень в деревне полюбила ягоды, вот эти волчи, которые ворон отпугивают. Вот эти дома гнилые, мне очень нравятся. Раз полюбила, тогда сразу можешь вот здесь вот подписать, здесь просто написано, что типа согласен, обязан читать, не мусорить, не присоединить. А что, дай ручку, дай, или перо, что это у вас? Подписывайте, подписывайте. Саня, может мы для начала прочитаем, а потом уже подпишем, а? Не, ну вы можете почитать, пока вы читать будете, мы все конкурсы пройдем. Да нет, 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 я так согласна. Согласна и так, да? Вот ручка, вот здесь. Я тебя предупреждала. Ага, здорово. Так, пойдемте. Махита в какой стороне? Эх, быть свадебки. Итак, первое испытание. Кто быстрое сено за ограду перекинет, тот в этом конкурсе и выиграл. Я, к сожалению, девчонки участвовать не буду, я подумал, это нечестно будет, поэтому вы между собой. Держи, моя красавица. Какое сено? Никитоз, а зачем мне лопата? Так ей лучше выгребать будет, честное слово. Это чтобы все были в равных условиях. А это что такое? А это вилы. Соня, а ты не знаешь как, да? Я... А давай я тебе помогу, наверное. Давай. Чуть-чуть помочь можно? Да, да, да. Можно. И вот так вот. Ой, ой, ой. Вот так вот и туда. А ты сам, по-моему, хорошо справляешься. Не, 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 давай, давай, давай. Давай лучше я помогу ей. Помоги, помоги. А мне, помоги. Иди сюда, красавица. Вот так вот берешь, бери, бери, бери. Свет, я тебе тоже помогу. Вот так вот. А я Свете помогу. Никит, ну не мешайся. Молодец, молодец. Вот, вот так вот еще. Не, не, Свет, ты не торопись, не торопись. Десять секунд осталось. Побеждай. У меня в глазах уже все это попало. Все, стоп. Тебе решать. Ты все-таки профессионал. Я считаю, что в этом конкурсе победила красавица. Спасибо, спасибо. Это мне подарок. А где мохито? Мохито будет чуть позже. Да ты не переживай, нас во... На перу будет твое мохито. Понятно. Жулики, давайте мне второе испытание с ним справлюсь. Как жулики? Да потому что она не работала, а только ходила, как цветочек, и пахла. Ну ничего, Свет, сейчас во втором испытании точно победишь. Это она про меня? Не переживай, ты молодец. Ты главное выиграешь. Спасибо. Я все выиграю. Конечно выиграешь. Замуж за меня выйдешь и выиграешь. Следующий конкурс. Как говорится, человек славен не силами мышц, а силой духа. Поэтому бревна. Что бревна? Ну так перетащить надо для баньки. Ну чтобы растопить. Ну и соответственно, кто быстрее и больше перенесет, тот и победил. Ну у меня маникюр. Может быть какие-то перчатки хотя бы. А перчаток нету. В общем, чтобы не было ссор, как в прошлый раз. Все по-честному, чтобы вы не мешали. Дрова где твои, а где не твои. Вот это Свет твое бревно. А вот это, Сонь, твои бревнышки. Ты можешь сразу два взять и понести. А Свет тебе одно. Сейчас посчитаем, столько же бревен, чтобы было. Три, четыре. Тяжело. Вот это вот поменьше. Шесть. Всего Соне надо шесть бревен. Шесть ровно. Это не шесть, это четыре. Я что, по-твоему, считать не умею? Нет, ну как, смотри. Раз, два, три, четыре, пять и... А вот оно и шестое. О, шесть. Вы что, меня за глупую держите, что ли? Так, спор с главным судьей. То с судьей спорит, тот и с конкурса слетает. Верно же говорю? Верно. Ладно, ну давайте попробуем. Но это опять нечестно. А мне кажется, все честно. Я буду следить за то, чтобы было все честно. Я тоже следить буду. На старт. Внимание. Внимание, марш! А куда неси? Туда, неси. В избу. Свет, тебе же неудобно, наверное. Кидай здесь. Сейчас. Так, так. Я не могу его таскать, оно неудобное. И у нас есть победитель. Ура! Что за издевательство, Никита? Нормально все было. И я так думаю. И я так думаю. Знаете что? Да ну у вас и тебя, и тебя, и даже тебя. Свет, ну хочешь качан капусты возьми? Утешительный приз. Только сегодня с огорода. Отвали со своей капустой. Я в домик пойду. Света, это нет. Я не советовал бы. Какая гадость. А я говорил. Я в другое место пойду. Свет, ну хватит. Умей проигрывать. Тебя я вообще не знаю, девочка в розовом. А что он начинает-то? Да ты не переживай, идем сюда. Максимка, тоже сюда. Главный приз-то будет? Он уже здесь. В связи с тем, что соперник твой дисквалифицировался, ты получаешь приз без следующих испытаний. И вот он, твой приз. Ага, и что? Подарок жениха, я же тебе говорил. Я не поняла, это вы мне танец подарили? Да нет, жениха. Э? Чего? Ща, подожди. Никита, тут что за фигня? Как это фигня? Свадьба называется. Какая, блин, свадьба? Ты что, оборзел? Я на это не подписывалась. Во-первых, подписывалась. Видишь ты, какая агрессивная? Потому что у тебя жениха нет. А у тебя мозгов нет. Ты решил меня выдать замуж за телевизор? Ну конечно. Извини меня, знаешь, ты тоже не самая молодая уже. И он последний остался холостяк. Кому же у них традиция? Ну, в принципе, ты здесь все прочитала и подписала, что по традиции тот, кто побеждает в ежегодных играх, тот становится женой главного холостяка. И это он, главный холостяк. Ну как главный? Единственный? Спасибо, конечно, здорово, что вы все так решили. Соня, ну ты... В этом участвовать не собираюсь. У меня цифровая версия. Я же не деревенщин, как этот. Чего? Какая цифровая версия? Ты сама пойми, мне проблемы не нужны были. Он готов, знаешь, что было сделать? Возили утопиться. Ты это, красавица, нос ты не вороти. Букет возьми, у нас жизнь с тобой хорошая будет. Корову заведем, буренку за ее ребеночкой родим. И Ваню будем ходить постоянно. А? Ты посмотри, он за две минуты ни одного минуса не перечислил. Жизнь прекрасна. Света! Светочка! Слушай, Никитка, а чего это она отказалась-то? И убежала, тем более. В смысле отказалась? Обрадовалась? Посмотри, какая счастливая побежала к подруге. Уже рассказать хочет? Ну, не знаю. Боюсь, сбежит, как все предыдущие. Максимка, посмотри на себя. Красавец, богатырь. Ты не переживай, мы же договор заключили. Она, если его не выполнит, бедро с навозом нужно будет нагло надеть на площади. Это у нас в городе челлендж называется. Давай, я ее догоню, а ты к свадьбе готовься. Ну, вы городские страны, так у нас и площади нет. А навоза хоть завались. Алло, мам, привет, слушай, ты можешь меня забрать? Нет. Да Никита с нас завел в какую-то глушь. Все неандертальцы какие-то. Ладно, я тебя поняла, пока. Ну, ты что, дерьмо. Соня? Света, Светочка, Света, Света. Это кошмар, все пропало. Да, пропало, я потеряла единственную подругу. Нет, ты не понимаешь. Они дали тебе выиграть и дали тебе крутой приз. Никита решил меня выдать замуж за этого деревенщину. Что Никита решил сделать? Они все заранее спланировали. Цветы, этот вот танец. Так, давай сначала. Какие танцы, какие цветы? Да, короче, договор, который я подписала. И на эти конкурсы дурацкие. Это все Никитина идея была. Оказывается, тот, кто выиграл конкурс, выходит замуж за этого дурака сельского. Да ладно, Соня, чего ты? Смотри, какой мужчина классный. Будешь жить в деревне, коров кормить. Ты с ними заодно, что ли? Я шучу просто. Это не смешно, Света. Не смешно, это то, что ты выиграла в этом конкурсе. Да лучше бы ты уж выиграла. Короче, ни в какой замуж ты не выйдешь. Я сейчас этому Никите скручу в баранирок. Так, скажи, а договор? Юристу своему позвоню, он сейчас все разберется. Да, Светочка. Никита! Никит, ну как тебе? Ага. Еще моя бабушка выходила. Высший класс. Только она не вышла в итоге. Значит, ты будь первым. Это да. У вас здесь так хорошо. Слышите вы, авантюристы, вы совсем оборзели? Вот они, бегут. Что-то непозитивно они бегут. Никита, ты что тут устроил, а? Что за цирк? Какого фига Соня должна вот за это выходить замуж? В смысле за это? Это вообще-то Максим. Парень-то он неплохой. Какой неплохой? Кто нормальному человеку подсовут под нос какие-то бумажки? И говорит, вам будет приз, а? А я разве где-то обманул? Вот приз. Золотце, а не парень. Короче, ты золотце, слушай внимательно. Я сейчас позвонила своему человечку. Он сейчас сюда приедет, во всем разберется. А мы с Соней уходим. Пошли за твоим чемоданом. А ты нам больше не друг. И не подходи к нам. Человечек, конечно, опасно. Да ты это, не боись. У меня же вон там тропа и этих топоров много. Мы сейчас деревья быстро нарубим, повалим. Дорогу закроем, а он не приедет. О, здорово. Я же говорю, ты классный парень. Чего они носом воротят? Тоже не понимаю. Большая железная птица, видишь, видишь? Она не любит, когда я не поклываю. Соль, вода, соль, вода, соль, вода, соль, вода, соль, вода, соль, вода, соль, вода. Ты что, первый раз видишь, чтобы так на самолет реагировали? Кто? Самолет. Он людей перевозит. Само что? По воздуху прямо? А самолет, потому что сам летит? А вот это, кстати, ты здорово подметил. Потому что там есть пилот. И это пилотолет. Но нас всех обманули и называют самолетом. Я знал, что у вас в городских всегда что-то не так. Они каждый раз в моей деревне тишину нарушают. Каждый день летают тут. А как они в таком маленьком, в такие большие людишки помещаются? Это просто издалека окажется маленький. Так-то он гигантский. Ладно, пойдем дорогу завалим быстрее. У тебя здесь телевышка есть? Теле что? Ну вышка же, леска такая. Чтоб связь была, звонить можно было. А, есть, так вон там вот, у Михалыча в сельхозе стоит. Мы тоже заодно... Чтобы они позвонить не могли. Пойдем. Пойдем. И перерубим, уверен. Быстро собирай все свои вещи и пошли. Ой. Что ой? Мои вещи, Свет. Соня, тебе сейчас важнее твои вещи или что тебе замуж хотят выдать? Света, да, мне важны мои вещи. У меня был целый чемодан, брендовые шмотки, где они все? Соня, у тебя есть два варианта. Либо со мной уйти отсюда, чтобы все замуж не могли, либо идти искать свои вещи. Ладно, я иду с тобой. Хотя бы чемодан заберу, он дорогой. Алло, вы меня слышите? Блин, стой, тут связь не ловит. В смысле не ловит? Мы же звонили. Нет, у сети. А что делать? Да блин, я не знаю, если я не позвоню, нас не заберут, и мы отсюда не выберемся. Да, тем более уже темнеет, мы точно не выберемся. Так, спокойно. Я сейчас что-нибудь попробую придумать. Может быть, пойдем, пока мы вещи поищем? Нет. Девчонки, как дела? Почему у нас нет связи? Да мы просто проходили мимо леса и вышку случайно задели, она упала. Топором я задел. Тихо ты. Задели, да? Понятно. Никита, а ты что тут решил до конца своих дней прожить? Ты, то есть, не хочешь в город возвращаться, да? А ну-ка, стоп, все мои вещи. Так вот же они. Да нет же, не это, вон целый чемодан вещей был. Там Гуччи, Прадо, Луи Гетон. Так вот, что это за тряпки были, вот эти ваши, блин, сигага, гуси. Так, этот, мне надо было печку растопить. Я прохожу, смотрю, какие-то стрёмные тряпки валяются. Так я их, это, в топку. Ну, чтобы не валялись на территории. Я этого сам не знал. Жег мои кучи. Тебе конец. А ну иди сюда. Остановись, красавец. Не надо банку положить. Не надо. Милые бронятся, только тешатся. Какой свадьбы не будет, усёк ты меня. Мне, честно говоря, свадьбы вообще не нужны. Это я чисто так из-за него. Сейчас их распишем, потом здесь жить будем. Он нам дом подарит. Никит, ты совсем головой тронулся. Да ладно, Свет. И для тебя, жениха, найдём. Спасибо, у меня уже есть. Соня также начинала разговор. Всё, отстань от меня. Ну, блин, ну подожди. Ну, возьми вот платье. У тебя же всё равно других вещей нету. Я из-за тебя последнюю нормальную одежду испачкала. Золото моё, возьми вот это вот. Здесь кашемир, шёлк. Бренд-то какой? Э, деревенсяга. Давай сюда. Не подходи ко мне больше. Какая же она у меня всё-таки красивая. Красивая. Ты чё, реально собралась это надевать? У меня нет выбора. Чё она на меня психует? Сама, блин, подписала этот документ. На меня ещё влевёт. Да она не психует. У неё просто эмоции. Всё-таки замуж выходит. Ты виноват. Мы никуда замуж не пойдём. Связь появится, и мы сразу же свалим. Не, Свет, даже если они заново эту трёхсотметровую башню построят, там дорога перекрыта. В смысле перекрыта? Да там кто-то вот такие столетние дубы срубил и прям на дорогу кинул. А не ты ли это? Я? Мне делать что ли нечего? Я просто смотрел. Вы только ничего не спрашивайте, ладно? Ну, красавица моя, жена. Соня, ну это полный кринч. Невеста. Так, оставь меня в покое, я не твоя жена. Просто мне нечего надеть. Ну, а как это так, София? А кокошник свадебный тогда зачем надела? В общем, свадьбе быть. Закатим пир на весь мир. Никита, ты договоришься. Красавица, ну подожди. У тебя же всё будет. Дом будет, корову заведём. Давай, не трогай от меня. Детишки? Какие детишки, какое поместье. Отстань от меня. Ты не злись, ты у меня барыней будешь. Первой девушкой на селе и единственной. Соня, ну связи нет, дорога завалена кем-то. Так что, видимо, придётся. А я о чём? Друзей своих послушай. Ну, я не хочу. Солюбится, стерпится. Привыгните друг к другу. Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. И крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкая эта свадьба была, место малая. Эх, ты чё? Ты что порзил? Перестань петь. Уважаемые, а огурчики малосольные будут? У нас день капусты. Какие огурчики? Сегодня только капуста. И всё? Ну смотри, свежая, варёная, квашеная, малосольная. О, боже. Да там вообще выбора. Не понял. Ты что это окоянное делаешь? Что я делаю? Воду пью. Да как же ты посмела. Из сосуда, у которого другой мужчина пил. И спить посмела ты. Так я её знаю. Так они раньше встречались. Что? Ох уж вы, конечно, городские. Валим из этой деревни. Я так понимаю, свадьбы не будет. Но это хорошо. А капуста-то будет? Субтитры сделал DimaTorzok